Деяние 2 глава Нет, то есть они не ожидали, что они будут говорить на иных языках, понятным другим людям То есть понятно, они не были инициаторами Это было что-то, что было, может быть, для них, для самих удивлений Второе, это было публично, да? То есть было присутствие много людей, которые это все видели Это не было в закрытой комнате, один на один, да, с Богом Это было публично Второе, пришедшие люди понимали на своем наречии, то есть это были понятные языки Это было явное чудо Тут был весь дом наполнился, потому что они приняли в этом доме сначала Ну да, но имеется в виду, что потом, когда они вышли на улицу, да, само говорение было публично Понятно, что, может быть, они находились в комнате, но потом, когда уже говорили, это было публично Я это имел в виду То есть это вызывало удивление у неверующих, располагало их принятие к истине Конечно, не всех располагало Некоторые говорили, они напились всякого вина, да, сладкого вина Но кого-то это располагало Там даже, может быть, первая реакция была Да Потом, когда они поняли Да, да, может быть Может, даже те, которые сначала насмехались, потом изменили свое мнение Но, во всяком случае, это вызывало у них удивление Как же так? Вот они не все ли люди, а говорят на нашем наречии Именно слово «наречие» подозревает не просто знание языка, а знание наречия языка То есть, например, есть диалекты, да, есть языки, например, у которых есть много разных диалектов И вот именно говорили на диалектах этого языка То есть это явное чудо И неудивительно, что здесь перечисляется так много этих национальностей Смотрите, вот 9-й, 10-й стих Ворфиани, Медиани, Ламиты То есть автор этого, это, ну, Диани, он подчеркивает Вот, перечисляя все эти национальности, что это было явное чудо Потому что, смотрите, сколько было национальностей таких, каких вот, ну, именно диалектов Значит, вот такое наблюдение можем сделать по этой главе Второй раз, когда упоминается говорение о на иных языках Это случай с Корнилием 10-я глава, 44-47 стих Сунь, прочитайте, пожалуйста Жень, прочитай И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумили, что дар святого Бога измился и на язычников Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога Тогда Петр сказал Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили святого Духа? Первое, это было сюрпризом для Петра и по свидетельству для Корнили То есть ни Корнили, ни Петр не были инициаторами к говорению на их языках Так же, как в случае с деянием Если Петр ожидал бы этого, он бы учил Корнили говорить на иных языках То есть это для него было удивлением Он не ожидал, что Корнили сначала говорит на их языках То, что Корнили этого ожидал, еще менее понятно То есть, скорее всего, они не были инициаторами То это произошло помимо их воли Но не то, что помимо воли То есть это для них было неожиданностью Второе, это было публично То есть были люди, которые это слышали По словам публично я говорю, что это не была личная молитва один на один в закрытой комнате То есть были люди, которые присутствовали при этом то, что это было публично, это очень важно при нашем дальнейшем разговоре и в обоих случаях это было публично третье, Петр говорит, что это было так же, как и день Песятницы что это понятный язык, понятно, здесь на 100% из этого текста не видно но тут говорится о том, что они говорили на языках, увеличающих Бога то есть, как они могли понять, что они увеличали Бога, если они не понимали, то можно запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили то есть, для Петра было очевидно, что они уже были крещены Святым Духом то есть, они уже получили вот это вот возрождение стали, да, и поэтому они должны были креститься водой что значит было крещение водой в то время крещение водой, это было вступлением в церковную семью вот, как, например для представителей Баптистской Церкви нужно выйти к кафедре покаяться чтобы стать, ну, как бы внешне выразить внутреннее покаяние, то в то время внешним показателем внутреннего покаяния было водное крещение то есть, раз уже внутри это изменение произошло, что мешает внешне это покаяние показать нет, просто здесь история говорит о том, что в те времена покаяние и крещение они практически были не разделены ну да крещение это было внешним проявлением внутреннего покаяния если человек внутренне покаялся, он внешне об этом свидетельствовал публичное исповедание внутреннего покаяния когда начали сгонения, тогда начались вот это разделение то есть, вот этот период если внутри уже этот процесс произошел то, что мешает внешне это засвидетельствовать ничего, значит, вот можно креститься и все крестились то есть, внешне засвидетельствовало то, что внутри уже Крестик Святой совершил а сейчас я говорю, что Bloody момент doesn't не. Не водного крещения, а момент возрождения, момент духовного да, да если я где-то оговорился, то это была ужасная оговорка на самом деле с крещением Духом происходит момент возрождения духовного, не Крещение водного да, да да, да говорили о том, что крещение Святого Духа происходит в момент водного крещения. Есть христиане, которые верят, что возрождение происходит в момент водного крещения, но это совсем другая тема. Я говорю о том, что в крещении Святого Духа происходит в момент возрождения, когда бы оно ни происходило. Деяние 19.1.7. Это еще одно место, где встречается говорение на инных языках. Коль, прочитаешь? Да, я почитаю. Подошел в бедные страны, прибыл в Египет, нашел там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавший? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, воевожданному крещению. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, что вы веровали грядущего по Нему, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить и Немезы, камни пророчествовать. Всех их было человеку около 12. Давайте вот посмотрим. Первое, были ли инициаторами говорения вот эти верующие, которые были крещены? Вряд ли они были инициаторами. Второе, это было публично. То есть это не было личной молитвой один на один Бога. Третье, это сопровождалось чем-то понятным пророчеством. Понятны это были языки или непонятны, трудно сказать. Но что это сопровождалось пророчеством, чем-то понятным, и как бы это факт. Это символизировало принятие в церковь христиан, удаляясь все сомнения по поводу их принадлежности к церкви. То есть были верующие в Иоанна Крестителя, последователи Иоанна Крестителя. Считать, что они были христианами в то время, сложно. Почему? Потому что вот спрашивают, приняли ли вы Святого Духа верующие? Они же сказали, мы даже и не слыхали, есть и Дух Святой. Хорошо. О Духе Святом они не знали. Дальше. Они сказали, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново Крещение. То есть это посредили на Крестителя, которые были крещены в Иоанново Крещение. Иоанн сказал, Иоанн крестил Крещение покаяния, говоря людям, чтобы веровали в ведущую по Нему, то есть во Христа Иисуса. То есть он в связи с вами о Христе Иисусе. То есть для них даже еще не было понятно, что Иоанн был всего лишь претечи Христа, что Христос есть тот, за каким нужно следовать. Если бы они были христианами, то они, на мой взгляд, то им не нужно было это говорить. Саш, вы смотри, я думаю, что, во-первых, они были верующие, но насколько, то есть Иоанново Крещение, это было Крещение покаяния, осознание своей греховности. Да, да. То есть и в Иоанне многие вестились осознавать свой грех. Но вот что пишет апостол Павел в послании Криппина в 10 главе, он говорит так, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется имя Господне, то есть, но как призывать того, в кого не уверяет? То есть они не были... Того, о чем не слышали, как слышишь беспромоверящих». То есть вот он на нашу акцент гранд. Поэтому они... Они были ветхозаветнымиwi onde勝на. Они были... Они были ветхозаветными верующими, но они были нового заведения, Нужно понимать разницу между Ветхозаветними верующими и Новозаветними верующими, то есть они были Ветхозаветними верующими, как вот Ново приходило, они в храм ходили, они в Санавову ходили, они в Писание Ветхого Завета читали, Исаию и так далее, они знали, что есть единый Бог. То есть его-то временно можно объяснять этот процесс? Т.Какой можно сделать вывод, в книге «Деяния» нигде не говорится не о публичном говорении на языках или о молитвы на языках. Т.е. о частной молитве нигде не говорится, везде это было публично, это как бы факт. Т.е. как бы мы не хотели, «Деяния» interacts о говорении на языках, но всегда это публично. Т.е. это всегда было понятно кому-то, то есть всегда эта-то была польза кому-то, так это бежало кого-то в какой-то истине. И имела цель. Да, имела цель. То есть в День Песятницы это было понятно слушающим на иных языках. При Корниле это убедило Петра в какой-то истине, там был величайший и так далее. Вот, значит, у нас есть книга Деяния. У нас еще есть послание Коринфям, 14 глава. И, как бы, вот это два основных блока, где говорится об иных языках. Так, в послании Коринфям была особая ситуация, 14 глава. Вот мы уже о ситуации в Коринфе немножко разобрали на прошлом уроке, но давайте повторим. То есть в Коринфе какая была ситуация? Люди приходили в церковь на служение, и они считали, что есть духовные дары, которые являются особым показателем духовности. Например, говорили на иных языках. И они для того, чтобы показать, что они такие духовные, они все на этих языках говорили. Причем говорили сами на своем языке, никто их не понимает. То есть в Коринфе это было никому непонятно. И об этом конкретно написано в 2 стихе, потому что никто не понимает его. В церкви никто не отрицал, что это никому было непонятно. Представляете, да, они все говорили, никому это было непонятно. Более того, это приводило к тому, что в церкви не было назидания, из-за того, что все говорили на этих непонятных языках. 6 по 12 стих. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством. И дальше он вообще, как с детьми, бездушные вещи, издающие звук свирели и гусли, если они не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели и на гусли. Если труба будет вызывать определенный звук, кто станет готовиться к сражению? То есть, если нету какого-то конкретного информации в этом, то никто ничего не распознает, да? И нету в этом никакой пользы. Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. То есть, Павел говорит, что пользы нету для церкви. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значений. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящих чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы ревнуя дырак духовно, старайте обогатиться к незаданию церкви. Незадания церкви не было. Они говорили, он с ними как с детьми. То есть, если вы на непонятных языках, то вы говорите на ветер. И для... вы как чужестранец. Более того, это приводило к тому, что в церкви не было порядка. Да, вот представьте, каждый говорил, когда ему вздумается. То есть, они говорят, вот меня Дух побуждает, и я говорю. То есть, как я могу вглашать Духа Святого? Вот меня после собрания Дух побудил говорить на языках, я говорю на иных языках, да? И не было порядка. И потом Павел говорит, вы говорите, там, друг за дружком, и то пора есть. Они разъясняют, там, Бог не есть, Бог не устроится, там, ну, порядка. То есть, не было порядка. Вот, это приводило к тому, что вызывало недоумение у неверующих. И он об этом пишет. 23 стих. Если вся церковь сойдется вместе, если я сам говорить незнакомыми языками, войдут ко мне знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы объяснете? То есть, если вы говорите о непонятных языках, придут люди, которые не понимают, да? Вот, для них это вызывает недоумение. И вот, вот на основании всей этой ситуации Павел дальше им поясняет, что им нужно делать. И Павел, он очень мудро это делает, потому что, когда человек, например, живет во грехе, например, таком физическом, он знает, что он грешник, он знает, что он неправ. Но когда человек духовно заблуждается, очень сложно, если ты ему скажешь напрямую, ты неправ, он никогда этого не примет. Можно сказать, ну вот, все хорошо, но вот тут нужно чуть подробно. То есть, Павел очень мудро подходит в этом вопросе. Во-первых, он пишет, что этот дар должен быть на пользу церкви и сопровождаться из толкования. В церкви должно быть назидание, а для этого должен участвовать ум. Вот 13-15 стих. Смотрите, что он пишет. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолковании. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать?» То есть, он говорит, так не должно быть, когда ум мой остается без плода. Нельзя так. Стану молиться духом, стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь и умом. То есть, если я буду только духом, а ум мой остается без плода, это нужно что-то делать. Так нельзя ставить. Дальше он пишет, что дар является знамением для неверующих. Он пишет 20 стиха. «Братья, не будьте дети умом, на злое будете младенцем, а по уму будете совершение детей». То есть он говорит, ну что ж вы как дети вообще, то есть таких вот элементарных вещей не понимаете. «Закон написан, иными языками, иными устами буду говорить народу всему, но и тогда они послушат меня, говорит Господь. И так языки и суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». То есть вот если мы вспомним день Песятницы, для кого это было знамение? Для тех, для неверующих, которые пришли. То есть неверующие, понимая и видя это чудо, то есть неверующие, которые пришли, они удивились. Для них это было чудо, что люди, которые не знают их языка, говорят на их диалекте. Для них это было чудо, и для них это было знамение. Если же неверующий ничего не понимает, то для него это просто недумение и признак чего-то несуразного. Если же, например, я приехал куда-нибудь в Америку, кто-то начал говорить, не изучая русского языка, на диалекте курском, или, например, на языке, на котором Ахмед разговаривал, не изучая, это явное чудо, понимаете? То есть, конечно, это будет знамение для любого неверующего, любой неверующий удивится. Но если неверующий зайдёт и услышит непонятное что-то, то, понятно, это будет, наоборот, недоумение, соблазн. Значит, он пишет, в случае, если язык никто не понимает, то говорить на языках публично нельзя. Он пишет 2628 стих. Итак, что же, братья, когда восходите, у каждого есть из вас псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть толкование, всё себе добудет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трои, а то порость, один и десять. Если же не будешь толкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. То есть, говорение на языках должно быть к назиданию церкви. Всё себе добудет к назиданию. Если нет назидания для церкви, молчи. Некоторые говорят, что вслух молиться в языках нельзя, а вот про себя там под нос можно. Но опять же, тут должно быть всё к назиданию. К назиданию всей церкви. Если я молюсь, это не приносит назидание церкви, потому что никто это не понимает. Поэтому если нет усталкователя, то нужно в церкви не молиться. Если же кто-то молится в церкви, мы об этом будем говорить. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Вот как относиться к нам языкам сегодня? Не молиться в слух церкви, если это никому не понятно, включая самоумоляющего. Если кто-то это делает, то это не показатель духовности, а показатель эгоизма. Это мое твердое убеждение. Гордость. То есть человек хочет показать себя слишком духовным. Писание говорит, что не надо, Богу этого не надо, а Он все равно делает. Вот смотрите, когда мы говорили о духовных дарах, это очень важно понять. Мы говорили о том, может ли человек распоряжаться своим духовным даром или нет. Вот смотрите, вот у меня есть в кармане ключи. Я этим ключом могу открыть дверь, а могу, например, кого-то ударить. То есть это мои ключи. Так ли нам был дает духовный дар. Некоторые говорят, что у церкви в Каримске был правильный дар, но не было правильного применения. То есть получается, они получили настоящий дар, но неправильно его применяли. То есть как ключи. Они получили ключи, чтобы открывать дверь, а взяли ими и размахивали. Не там, где надо. Понимаете, да? Вот, например, есть духовный дар учительства. Если я учу ереси, например, я святый лягу, учу, что Христос не Бог. Является ли это показателем духовного дара учительства? Нет. Я просто учу, но это не может быть духовный дар. Почему? Потому что это противоречит Писанию. Если я говорю, что у меня есть духовный дар пророчества. Я пророчествую, но пророчество не сбывается. Был ли это духовный дар? Нет, конечно. Это мое человеческое. Это мое человеческое. Тут с языками. Апостол Павел говорит, что нельзя это делать. И мы верим, что это Писание Богу Духновенно. То есть Дух Святой через Павла говорит, что не делайте. А потом кто-то говорит, что у меня Дух побуждает это делать. Может ли Дух Святой побуждать делать то, что он через Павла запретил в Писании? Нет, конечно. То есть если человек молится публично в церкви, на иных языках, это не может быть Дух Святой. Потому что Дух Святой никогда не будет делать то, что он в Писании запретил. Правильно? Да. То есть, как бы, для меня это очевидно, если человек молится на непонятном языке, без расхователя, в слух церкви, это не показатель духовности, а показатель его эгоизма. А может быть, на таких всех объяснений есть? Как люди объясняют? Они же говорят, да, мы эгоисты, и мы молимся. Ну, есть церкви, в которых не молятся вслух в церкви. Например, есть 1.11.50 в Ассамблее Божией. Если туда зайти, можно подумать, что находятся в Баптистской церкви. Они воспроизнают только личную молитву на языках. Понятно, для них это место очень четко. Но, опять же, Писание не говорит ни о публичном говорении на иных языках. То есть, это дар для неверующих. Если я молюсь в своей комнате, как это может быть знаменем для неверующих? То есть, тут для меня тоже парадокс. Вот в Нового Уфаевской церкви, да, я когда варваре жду, я с ним разговаривал. Он мне говорил, в моей церкви никогда не молимся языками. Я запрещаю молиться языками. Молиться языками только группа, ну, вот, своя, кто, или дома. Но, чтобы люди, проходя в церкви, не слышали, что мы как-то беснулись. Вот его были мне слова. Не можете управлять, что Дух Святой от меня сошел, я должен говорить на языках. То извините, да. Духи Пророжьевские послушны. Вы можете, вы просто не хотите. То есть, вы проявляете свою личную, как бы, эгоизм, когда вы говорите, что вот меня Дух побуждает, я не могу молчать. На самом деле, вы можете. Духи Пророжьевские послушны Пророком, поэтому будьте по порядку и говорите. И только тогда, когда есть истолкователь, это приносит назидание. Вот мы... Духи Пророжьевский, еще один момент, он говорит, что в четвертом стихе, он говорит, кто говорит на незнакомом языке. То есть, он употребляет слово «незнакомый язык», да? А в семнадцатом стихе, нет, прошу прощения, в восемнадцатом стихе, то есть, глава говорит, «благодарю Бога моего, я более всех говорю языками». Я знаю, это толкование МакАртура, да, что есть разные понятия. Я с этим не очень согласен. То есть, мое мнение такое, что Павел говорил на дар языков, не на иностранных языках. То есть, он говорил на понятных языках. Вот когда... Нет, я объясню. Сейчас я объясню. В день Песятницы ученики говорили на иностранных языках. Это было следствием на неверующих. Я допускаю, что через Павла также Бог говорил на понятных языках там, где люди его не понимали. И он говорил... То есть, он проповедовал людям на непонятных языках. Это не значит, что он это понимал. Понимаете? Вот тут большой вопрос. Ученики в день Песятницы понимали ли, когда они говорили на стихе на речах, или нет? Мы не знаем. Вполне возможно, что и не понимали. То есть, тут мы не знаем. Понимаете? Может, это было настолько большое чудо, что они не понимали. Стоп, тогда противоречивая. Может, они понимали. Буду молиться духом, буду молиться ром. И Бог нигде не отвечает на шум. Поэтому... Да, вполне возможно, что они понимали. Я что-то говорю и не понимаю. А он остается без плода? Да. Вот есть один человек, Рягузов. Он рассказал такой случай, когда он приехал с одним американцем в какой-то город. И американец должен был проповедовать. Рягузов знает немецкий язык, английского он не знает. Но переводчик не пришел. И когда это стал проповедовать, Рягузов понимает, что он понимает, что он говорит. Он стал переводить. И для него это было большое чудо, потому что он английского не знает. Но он перевел проповедь. Ему было понятно, что говорит этот человек. То есть он... Ну, может быть, это и... Ну, вот такой случай был. Мне это не рассказали. Может, это и не произошло, да. Но вот такой случай мне рассказали. Я реально устоял, что он говорил то же самое. Я и пастор. Я просто свою пробую. Подтверждение. И так вы его делали. То, что Павел говорил в иных языках, то, что дар иных языков существует, никто этого не отрицает. Дар иных языков существует, когда человек начинает говорить на том языке, который он не изучал. И это является знамением для неверующих. Это приносит наседание церкви. Или если он говорит на языке, а его кто-то истолковывает, это тоже дар иных языков. Дело в том, что, когда Павел говорит, я больше всех позову языками, он подчеркивает этим, что, первое, я понимаю эти языки. То есть, вносится на число, это стоит именно в ходе того, что он говорит, я различаю эти языки, я прекрасно понимаю. То есть я не просто, он сказал, я языком говорю. или на незнакомом к какому-то наречии. А он говорит, я языками говорю, то есть я их понимаю прекрасно, я различаю их, и я знаю, о чем я говорю. Что касается второго и четвертого стиха, ну, это мое личное мнение, но я понимаю это таким образом. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит людям о Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит Духом. А кто пророчивает, тот говорит людям, назидание, ущевание, утешение. Мое личное мнение, понятно, что мы не можем знать, что было в Коринфе, можем как вот по телефону слышать только одну сторону. Но я считаю, что в Коринфе они оправдывали то, что они говорят на иных языках, тем, что они тайно говорят Духом, Богу. Понятно, их никто не понимает. Но они говорят, да, нас никто не понимает, но мы тайно говорим Богу, Духом. Павел говорит, хорошо, тот, кто говорит на незнакомом языке, хорошо, он говорит, ну, допустим, ты говоришь тайно Богу, Духом, а тот, кто пророчивает, тот говорит людям, назидание. Он подчеркивает разницу, чтобы человек понял, что лучше. Четвертый стих. Кто говорит на незнакомом языке, то назидает себя. Они тоже говорят, вот мы назидаем себя, когда молимся. Павел говорит, хорошо, кто говорит на незнакомом языке, он назидает себя, а кто пророчествует, то назидает церковь. Так что, пожалуйста, вместо того, чтобы назидать себя, назидайте церковь, пророчествуйте. Понимаете? Понятно, что это, ну, нет стопроцентных, как бы, доказательств для этого, но, как бы, мое такое мнение. Он тактично действует? Да. Половер очень, очень, очень тактично действует. Я говорю, ребята, послушайте. Я там уже говорил о том, что, то есть, я назидаю духом и все. Он говорит, ну, если ум у тебя-то остается без плода, и он опять возвращается к этой теме и там говорит, ну, если ты молишься, о чем ты молишься? Ты не надедаешь даже себя практически, если ты не понимаешь, о чем ты молишься. А должен и ум без плода не сделать. То, что Паев поступает очень мудро, это, несомненно. То есть, он настолько... А вот, Саш, а почему написано «незнакомый реке» курсивом? Ну, вот, там, другой слов. Потому что незнакомого слова нету в греческом, да. Муж разговаривал, а они остались при своих. То есть, что, почему, ну, что они это... Может быть, тогда здесь не все так логично, у них есть какие-то аргументы, где вот эта логика не срабатывает, которую мы не знаем. Потому что если с такими людьми разговаривать, что толку, что ты вот это знаешь, если у них есть что-то другое, причем они более прочие стоят? Просто вырубаются места, где было говорение на языках, и приводится это учение, что мы должны ожидать второго благословения крещения на их языках. И там деяние 1.5, деяние 1.6 и все. Вот. Как бы разбор глубокого экзегезы на самом деле найти очень сложно. Что касается иных языков, нужно помнить следующее. То, что Павел, когда писал церковь в Коринфе, он называл верующих спасенными и избранными. То есть, Павел ни в коем случае не ставит под сомнение спасение коринфян. Несмотря на то, что в вопросе духовных даров и, в частности, в вопросе иных языков у них было неправильное понимание. Несмотря на то, что вместо того, чтобы молчать во время служения, они говорили на иных языках. И поэтому сегодня наше отношение не должно переходить к грани разумного. То есть, есть люди, которые считают, что если кто-то говорит иных языках, то это признак бесов или влияния. То есть, если бы это было так, то Павел не называл бы верующих спасенными и избранными. Вот. То есть, если представить, что мы все верующие как дети, и каждые дети ведут себя по-разному. Кто-то правильно, кто-то неправильно. Кто-то в чем-то ведет себя совсем не так. И Павел очень мудро и тактично обращается к коринфянам, в то же время называя их церковью, называя их спасенными и знающими Бога. Поэтому, понятно, несмотря на то, что есть разные неправильные поведения в разных церквах, это не должно настраивать нас против этих церквей. Но, тем не менее, мы должны быть осторожны в толковании Писания и стараться исполнить его так, как оно нам об этом говорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...